Это видео знаете с чего началось? С того, что я перебирала свою косметику и нашла у себя в коллекции вот эти вот просто ужаснейшие китайские ресницы, которые стоят в районе доллара, может даже дешевле, чем доллар. Я их нашла и я на них взглянула и подумала, ну когда я еще вот этот кошмар буду использовать? Ну реально, если его приклеить на глаза, то это будет выглядеть совершенно пластмассово, ненатурально, то есть будет создаваться такой вид, как вот у советских кукол, знаете, вот такой вот распахнутые такие пластмассовые ресницы с вот таким вот толстезным просто ободком вокруг этих ресниц. И я вот включила воображение, что же можно с ними такого сделать, чтобы все-таки их как-то пристроить к чему-то. И сегодня я вам покажу видео, которое в общем-то помогает разобраться с такими ресницами и сделать из них очень даже такой приличный эффект. Сейчас эти ресницы наклеены у меня на глазах и мне очень нравится этот эффект, особенно он классно подчеркивает тоже оправу моих очков, потому что оправа такая более кошачья и вот эти внешние уголки тоже такие как немножко распахнутые и кошачью форму имитируют. Если к этим ресницам присмотреться по отдельности, то в принципе они выглядят как достаточно интересные пучки, которые соединены между собой. Так вот, что я придумала? Я придумала взять эту ресницу и порезать ее на несколько частей. В зависимости от того, какой эффект я хочу создать, столько частей я и разрезаю. Сегодня я отрезала с каждого края по два вот таких вот сегмента и наклеила их себе на глаза. Иногда я отрезаю по одному сегменту и начинаю выкладывать как бы их по отдельности у себя на глазу. Также это очень хорошо работает в комбинации с пучковыми ресницами. То есть если где-то вы клеите вот такую акцентную ресничку, то потом может быть рядом ее стоит продублировать пучковой ресничкой, чтобы сделать более такой натуральный эффект. И что немаловажно, наклеивала я ресницы не сверху, а снизу, то есть под свои ресницы. Сейчас эта техника набирает популярность. Очень многие наращивают ресницы и приклеивают их уже не сверху на ресницы, а вниз. Таким образом получается более натуральный эффект, наверное, можно так сказать. То есть все равно видно, что ресницы искусственные, но не видно вот как они сверху, откуда они начинаются. Не видно вот этого ободка, не нужно его прятать под подводку, под какие-то стрелки. И тем не менее носить ресницы вот под своими ресницами настолько же удобно, как и сверху их наклеивать. По крайней мере я никакого дискомфорта абсолютно не ощущаю. И вот именно вот конкретно вот этот стиль ресниц, мне очень нравится отрезать по два пучка с каждой стороны и наклеивать себе вот так во внешние уголки глаз. Иногда, если мне не лень, я дополняю это пучковыми ресницами и делаю такой вот уже полноценный образ. Сегодня я наклеила только вот эти вот во внешние уголки глаз. Мне очень нравится. У меня есть несколько стилей ресниц, то есть не только вот такие, но еще несколько разных там китайских вариантов. И вот я вам гарантирую, если вы на них посмотрите, да, и порежете их на определенные части, в каких-то мы берем внешнюю сторону, в каких-то мы берем серединку, в каких-то внутреннюю сторону. И стоит вот так вот буквально немножко поиграться, посмотреть какая длина, где вам подходит. И это очень классный способ, во-первых, не выбрасывать то, чем вы не пользовались, найти ему новое применение. И в целом, как бы мне этот лайфхак или трюк очень понравился, прижился. И теперь, я думаю, может даже еще закажу себе такую упаковку, потому что очень мне понравилось пользоваться этим трюком. А на этом я буду заканчивать это видео. Надеюсь, что мой совет у вас приживется, возможно, вдохнет в жизнь в какую-то завалявшуюся пару ресничек. В общем-то, оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете про этот способ. Может быть, у вас есть еще какие-то лайфхаки интересные, мне будет интересно узнать. И я на этом буду с вами прощаться. Пока!